Привет! Поговорим про настройки этой игры, так как часто спрашивают на стриме и не только, даже в нашей группе. С вами Аракис и давайте к делу. Так, перейдем к системе. Фото, банально сделать фото, особые настройки к ним перейдем чуть позже. Настройки, соответственно, о чем будет видео. Что такое кнопка отклепить? Отлепить это перенос вас, вдруг вы где-то застряли, не хотите умирать, падать там с горки, нырять куда-то в воду или действительно застряли. Нажимаете отлепить и вас переносит там в город. Или эта кнопка продублирована, видите, вот здесь вот наверху. Ну, возможно, с телефона ее здесь нет, не играл с телефона. То, соответственно, в настройках вы можете нажать отлепить, все. Вернуться, вернуть персонажа, выйти с игры. Вернуть персонажа, это сменить персонажа. То есть вы нажимаете и меняете персонажа, если у вас 2-3 на аккаунте и так далее. Выйти с игры, ну, банально выйти с игры, хотя проще закрыть клиент, но вдруг вы играете в полноценное, соответственно, на весь экран, то этой кнопкой можно пользоваться. Так, переключусь. И смотрите, пройдемся по настройкам. И по самым популярным вопросам тоже пройдемся. По поводу вот этой всей панели буду немножко прыгать, так как темы разные, соответственно, чтобы они сочетались друг с другом. FPS. FPS влияет на то, на количество кадров, которые вы видите, соответственно, своим глазом и которые позволяют вам выдать эта игра в той цифре, которую вы ставите. 30, скажем так, это не то, чтобы играть будет невозможно, но не самая плавная игра. 30 FPS это уже, скажем так, древние какие-то игры, типа Counter-Strike, где 24 и тому подобное. Поэтому в подобный жанр игры желательно играть от 60 и выше, на телефоне, на компьютере и так далее. Ставить герцовку, точнее FPS, 90, 120, это уже дело ваше. 90, разница ощутибельна, но не так, как 120. Вот 60 и 120, переход неплохой. Но ваш телефон, если особенного с телефона, он будет греться гораздо больше. Даже если у вас плюс-минус современный телефон, на настройках у вас есть выбор герцовки. 60, 90, 120, либо 60 или 120. Даже у меня на телефоне стоит 60 и не вижу смысла в 120. Чем меньше экран, тем меньше ты это будешь замечать. Кто-то скажет, боже, 120 это совершенно другая жизнь, это другая планета, это иные правила, это открытые там возможности. Но дело ваше, конечно, это вкусовщина, но все же отрицать нельзя, что чем выше эта цифра, которую вы здесь ставите, тем больше будет греться ваш телефон, расходовать электроэнергию или ваша видеокарта будет больше маслать, частично использующую, естественно, ресурсы процессора. Как-то так. То есть тут выбирайте, как вам нравится, но моя рекомендация 60 и это очень плавно, вам понравится, картинка не будет вырвить глаз, не будет ничего там дергаться и так далее. Ну, по крайней мере, если у вас достойна видеокарта. Едем дальше. Автовоспроизведение аудио. Мне кажется, проще убрать все это, потому что всякие там звуки и прочее вам наверняка не понадобятся. С другой стороны, можно включить гильдию и команду. То есть, когда вы будете находиться там в команде в гильдии, проще будет общаться, особенно если вы с компьютера. То есть у вас есть наушники, там микрофон, либо микрофон-наушники. Чуть попроще. Играть с бегущими комментариями. Еще его знак вопроса. Команда гильдии. Что это такое? То есть, когда вы находитесь, допустим, в рейде каком-то, и вам вот сюда в команду пишут сообщения, типа, бейте босса, не бейте босса, там, не знаю, атакуйте какого-то миньона, или побежали сюда, у вас эти сообщения будут вылазить вот так вот справа налево, бегущей строкой. Это достаточно удобно, даже прикольно, на самом деле. У меня на стриме, когда люди пишут в клан, ну, в гильдию, одно и то же, какие-то сообщения, типа, всем привет, там, пошли на босса. Все эти сообщения бегущей строкой вылазят на экране стрима. Это прикольненько, на самом деле. Аля, продать гараж можно и тому подобное. То есть, эту функцию можете как убрать, так и оставить. Влияет ли она сильно на процесс вашей игры в плане, там, прогрева видеокарты процессора вашего телефона? Нет. То есть, это настолько мизерно, что можно не выключать, если вы думаете, что от этого там больше лагает. Это не та функция, которая поможет. Это то же самое, что вы играете со звуком или без. Расход батареи будет на 0, 0, там, не знаю, 1% больше, и греться он от этого не станет больше. Со звуком тут настройки простые, играйтесь как вам удобно. То есть, у меня музыка выключена, фоновые звуки иногда, кстати, пробиваются, особенно, когда вы ходите в данж, но мне кажется, это баг, все-таки отображение и звукового отображения имеется в виду самой игры. Когда ты в данже и заходишь в пачку монстров, слышно, как, допустим, какой-то варвар там кастует какие-то скиллы, хотя ты это выключил. Ну, видимо, я думаю, пофиксят в будущих там каких-то обновых патчах, я надеюсь это, потому что иногда такие звуки раздражают. Всякие там песклявые звуки девочек и прочее. Ну, мне не нравится. Кусовщина. Так, гибкий. Ракурс. Так, ракурс лучше всего подходит для игры на ПК. Свободная камера, фиксированная камера. Что это означает? То есть, вы свободную камеру ставите, вы можете и сами управлять. Если вы играете, допустим, с телефона, наверное, лучше поставить фиксированную камеру. Вот, вы бегаете. И вот, соответственно, она. Видите, я не могу поднять ни вверх, ни вниз. Но знаете, в чем минус? Сейчас покажу. Так, я убираю. К примеру, наверху, да, вот здесь вот наверху, может быть какой-то перышко или какая-то книжка на камне, а я его даже не увижу. Поэтому рекомендую поставить свободную камеру, потому что вы действительно полностью свободно управляете своим персонажем. Вверх посмотрели, залезли на горку, вниз посмотрели. Вдруг там, под этой горкой, находящийся какой-то нужный вам сундук, либо какой-то квестовый итем и тому подобное. Понимаете, да? Поэтому лучше поставить свободную. Ну, мне так кажется, так поприятнее играть. Дальше. Дрожь экрана выключите. Во-первых, это если с телефона влияет на батарею, потому что вибрация вам не нужна. А это дрожь экрана, когда всякие действия происходят, вам тоже эти не нужны. То есть все вот это можно выключить. И желательно. Это нужно выключить. Ну, мне кажется, оно вам не нужно. Особенно на компьютере, когда происходят какие-то действия, у вас постоянно экран дребезжит, как будто там, не знаю, на вибрации какой-то стоит. Ну, типа, к чему это и зачем? Дальше. Я когда зашел в эту игру, вот, как и вы на мой канал, и надеюсь, вы поставили лайк, и это очень хорошо. А также хорошо, это спонсор моего канала, который является, вот, как видите, Донат Геймс. Что такое Донат Геймс? Это группа в Телеграме, и где люди помогают вам купить в какой-то, любой игре, мобильной, компьютерной, зачастую тоже, купить какой-то донат. То есть, к примеру, вы играете с телефона в какой-то PUBG, или там, не знаю, хотел сказать, в доту, в любую абсолютно игру. И вы хотите купить там какой-то батл пасс, какую-то книжку, вы хотите приобрести там какую-то донатную валюту в виде там золота, монеток, серебра, алмазов и так далее. Или в конце концов, вы хотите купить какой-то скин себе на своего персонажа, костюмчик, какой-то там приколюшку на свое оружие и так далее. И вы хотите купить, но не можете. По какой-то причине у вас нет карты, или наоборот она там заблокирована, или вы не можете ее подвязать, к счету, допустим, там Google аккаунта, либо еще чего-то. Либо вы, к примеру, сменили страну или регион, и у вас региональная цена не очень приятная. Там у вас, допустим, пак стоил 10 долларов, а вы переехали, он стоит 15 евро. А вы хотите покупать по старой цене, и скорее всего, даже еще и со скидкой. Вот. Этим занимается мой спонсор, поэтому обращайтесь к ним. Есть сотни положительных отзывов, и, соответственно, я не рекомендую и не рекламирую всякие зачастую помои. То есть я рекомендую то, чем сам могу воспользоваться, и то, на что я сделал свой личный обзор и проверил. Поэтому пишите, обращайтесь, и вы всегда можете спросить. За спрос никто не бьет, не укусит вас, и не покусает. Поэтому спасибо моему спонсору. А мы продолжим. Так вот, внизу я, когда первый раз зашел в игру, зашел в настройки, сижу и думаю, а где поменять разрешение? Я не увидел внизу вот эти вот вкладки. Вот честно, я не увидел. Просто не увидел. Мне кажется, разрабам надо бы вот эти вкладки сделать то ли разноцветными, то ли как-то их вот здесь вот вывести, вот сюда, или вот сюда их вывести. Но как-то зачастую они сверху, либо сбоку, либо сверху действительно вот так прям вкладками. А внизу вот здесь я еле увидел их. Ну блин, их либо увеличить, либо цвет какой-то сделать. Может мигать, чтобы они начали. Переходим дальше. Графика. Здесь есть готовые пресеты. Если у вас старый ноутбук, слабый компьютер, просто ставьте сплавность и не парьтесь. Все будет хорошо. То есть на старых ноутбуках вообще прекрасно все идет. Да, там где-то может видеокарта чуть шуметь, но дополнительный вентилятор поставьте сбоку, и все будет хорошо. 720, 1080, это уже если у вас достаточно хорошая современная видеокарта, там компьютер в целом, сборка неплохая, то почему бы и нет. 4К я поставил, но у меня видеокарта прогревается чуть бы не до 75-80 градусов. Я как бывалый майнер прекрасно понимаю, что это немного. Но я не хочу из-за картинки, которая чуть-чуть лучше, ну она не в 10, не в 1000 раз лучше, чем 1080. 1080 с головой хватает. 4К ты ставишь? Ну да, типа якобы картинка становится сочнее. Ну и видеокарта сразу такая типа, о, ты решил меня подогреть? Давай. Особые настройки вы здесь можете уже сами регулировать, что-то больше поднять, что-то меньше, и допустим там вроде плавность, но чуть-чуть лучше качество, там допустим картинки, где-то трава лучше шевелится, или не шевелится. То есть вы можете выбирать здесь. Здесь я думаю понятно, настройки графики это логично и понятно. Так, предпочтение. Здесь вы можете выставить изначально, допустим себе, вот как я себе поставил, шкала союзников, и там допустим мое здоровье, вот ваша шкала здоровья. Изначально вы по-моему играете без этого. И вот, блин, это видимо надо нажать. Короче, моей шкалы здоровья, когда я себя не выделяю, к примеру, нажмем на этого человека, вот видите, шкалы здоровья нет. И приходит, мне приходилось постоянно смотреть вверх, типа сколько у меня хп. Но, я не сразу заметил эту функцию, это очень полезная функция, я считаю. То есть, я зашел, нашел ее, нажал, поставил, зашел. Видно сразу четенькое хп, все по красоте. Конечно, когда ты играешь хилом, ты меньше обращаешь, наверное, на свое хп, а именно вот сюда, смотришь на бар, куда ты его себе поставил, то есть, на полоски хп твоих сопартийцев, но все же, я считаю, это удобно. Ну, опять же, вкусовщина, делайте как вам нравится. Поэтому предпочтение, тут понятно. Визуальные эффекты других игроков, отображать, визуальные эффекты статуса, ничего. То есть, вы можете видеть, как кто-то кастует какие-то навыки, а можете это отключить. То есть, можете полностью отключить все, и будет видно, как они просто там, грубо говоря, руками машут, и все, как будто вон, рыбалкой занимаются. Понятное дело, Здесь общее приглашение в команду, приглашение в гильдию. К примеру, вы хотите бегать без гильдии, по какой-то причине. Вам не хочется быть ни в какой гильдии. Просто нажимаете, вот, автоотклонение, и все заявки, которые вам будут отправляться, какими-то игроками, типа, допустим, даже меня, они будут автоматически отклоняться. То есть, вас не будет задолбывать теоретически этот спам. Дальше, приглашение в команду, вручную, автоотклонение. То есть, вы должны подтвердить, вам кидает кто-то пати в какой-то данж, или там на ПГ, еще куда-то, просто вместе побегать, отклонять. По какой-то причине, я не знаю, просто я должен про это сказать. Пуш-уведомление о событиях. В игре, насколько знаю, это уведомление про всякие акции и прочее, я оставил, почему бы и нет. На телефоне, это может немножко, скажем так, вам, так как это пуш-уведомление, оно системное, и оно, скажем так, стороннее, как ни крути, хоть от этой игры, но использует тоже ресурсы вашего процессора телефона. Вы можете это отключить. Приведу пример. У вас пополнилась бодрость, да, вы там копали, что-то собирали, цветочки, крафтили, и у вас пополнилась бодрость. Вам обязательно придет уведомление, что ваша бодрость пополнилась. Или там акция какая-то новая, или появился там, не знаю, какой-то босс, вы что-то продали на рынке, наверняка даже на это будет приходить сообщение, и тому подобное. Нужно? Оставьте, не нужно? Выключите. Смена языка. Многие не знают, где поменять язык интерфейса. Запоминайте. Третья вкладка. Change Language. Не знаю, на каком языке у вас оригинально. Который вам удобно. Самое главное, и чаще всего спрашивают, как сделать оконный режим игры. У меня сейчас игра в окне. Хоть я не затрагиваю белую вот эту полоску, но зачем? Правильно? Некрасиво будет. Но у меня игра с белой полоской наверху, то есть стандартные виндовские кнопочки. Свернуть, расширить на весь экран, закрыть клиент. То есть нажимаете просто оконный режим, и себе выбираете здесь разрешение, которое вам нравится. К примеру, у вас монитор 2К, 4К, либо еще что-то. Но вы не хотите играть на весь экран. Поставьте себе Full HD, или там другое какое-то разрешение. Тут можете баловаться, как хотите. И вы можете поменять разрешение, но вы такие, блин, что-то буковки очень маленькие. Или там, не знаю, там скиллы маленькие, по поводу скиллов чуть позже. Берете себе вот так вот. Фига, увеличили, уменьшили. Ну то есть понимаете, да, можете здесь себе процентики играть. Мне удобно такое разрешение для стримов, потому что я во многих играх играл вот в таком окне. У меня экран 32 на 4К, соответственно. Экран, то есть мне неудобно 4К разрешение играть, либо даже Full HD. То есть у меня, ну вы видите мое разрешение, и это занимает практически половину экрана. То есть я могу два таких окна, еще и внизу вот такой кусок, грубо говоря, два с половиной окна разместить на этот монитор. Почему? Мне нужно, чтобы справа был чат, слева сообщение, на правом мониторе у меня OBS, на левом мониторе сообщение с браузера, там и все остальное. Поэтому если бы я играл во все окно, то, ну, не знаю, места бы не хватало. Это первое. Второе. Если у вас видеокарта, скажем так, шумит, но вы хотите играть на настройках, там, 720, 1080, вы можете поставить не на весь экран, а меньше. Так как меньше экран, меньше, соответственно, вы можете проверить, меньше будет греться ваша видеокарта, то есть тратится ресурсы. Конечно, если вы сделаете вот такое маленькое окно, зачем тогда вообще играть? Можно с телефона играть. Ну, вы поняли, да, что вы можете поиграться с разрешением, таким образом, скажем так, охладить вашу видеокарту. Тут, я думаю, все понятно, да, сейчас верну 105, 105. Итак, к следующей, бой. Радиус переключения. Что такое радиус переключения? Это, ну, вот смотрите, вы можете навести на скиллы, на некоторых ваших скиллах будет писаться дальность 24 метра или 16 метров, там, 2 метра, в зависимости от скиллов и все такое. То есть вы можете это посмотреть на каких-то ваших там навыках, да, или там полностью в описании навыков. Так вот, 30 метров – это дистанция до персонажа, где будет ловиться переключение. Что такое переключение? Это, ну, давайте я к монстрам подойду. Вот, видите, я нажал букву Т, у меня она на букве Т, а по дефолту она на какой-то другой букве, честно, не помню. То есть я нажимаю букву Т, видите, мне выделило вот этого персонажа, моба. В этой ситуации моба, а в PvP-арене или еще где-то это будет какой-то персонаж. Вот я его выделяю, сейчас я подойду к тому. Видите, выделила другого. Я могу между ними переключаться. По дефолту у меня стоит в данный момент ближайший монстр, либо игрок. Сейчас к этому перейдем. Это удобная функция, это, ну, во многих играх это называется Next Target. То есть вы можете по оси ступить какого-то там персонажа. Допустим, вы все в пати, можете выставить настройку, к которой мы сейчас чуть дальше перейдем, и выставить какой-то радиус. Там ставить 40 метров, наверное, нет смысла, потому что 40 метров это аж вот тот мурлок, и вы все равно к нему не дотянетесь с навыком. Поэтому зачем 40 метров? Так вот. Это, я думаю, да, понятно. Дальше. Переключить ракурс, это, соответственно, скорость, я так понял, реакции и прочее. Я так и не разобрался, многое еще потестил. Напишите, что этот ползунок означает. Но я покрутил, повертел, что-то не заметил, чтобы где-то что-то поменялось. Переключение. Так вот. Радиус переключения и переключение к ближайшему персонажу либо какой-то цели. У меня стоит сейчас такая настройка. Но я, скорее всего, в дальнейшем поменяю себе настройку переключения с наименьшим количеством ХП. Но, понимаете, тут надо ставить, наверное, вот где-то вот 20-24, около того, и тогда можно ставить вторую галочку. Почему? Приведу пример. Вы на БГ в батлграунде. Вот эта цель у нее 100% ХП. А у этой цели осталось там 1% ХП. Но она вот приблизительно аж вот настолько далеко. Вы будете, игнорируя вот этого персонажа, этого, 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 пытаться добежать до того персонажа, который от вас убегает? Наверное, нет. Потому что ваш таргет, да, первый. Вот вы нажали, он поменялся на эту цель, потому что у нее меньше всего ХП. Тут есть и плюс, и минус. Поэтому я бы на вашем месте радиус понизил. То есть если вас окружило там какое-то количество человека, то есть вы там стенка на стенку деретесь образно, и вас окружило какое-то количество человек, то, конечно, поставить, допустим, таргет по наименьшему количеству ХП, это будет логично, правильно и даже грамотно. Но тут, опять же, решайте сами. Или ситуация такая, что вы хотите контрить, в первую очередь вы хотите убивать хиллеров. Вы играете каким-то там даггерщиком или лучником, неважно кем, вы такие, ваша задача контрить хиллов. Вам нужно убить хила, нет хила, правило простое, да? Если умер танк, виноват хилл, если умер хилл, виноват танк, если умер дд, никому это не интересно и не важно. Соответственно, вот вы можете расставить себе здесь приоритет, меняя значки, как вам удобно. Но этот приоритет мне не всегда нравится. Иногда проще убить какого-то дд, его, скорее всего, даже не поднимут на поле боя, потому что воскрешение 5 секунд кастуется и вы воскрешаете цель с 10% хп на поле боя. Выгоднее просто нажать назад и прибежать заново со 100% хп. А вот если вы играете некромантом или другим хиллом, у вас будет воскрешение и оно кастуется быстро и вы воскрешаете с 50% хп. Вот как у некроманта, допустим, 50% хп. Это выгодно. То есть, когда вы в данже каком-то ходите, умер ваш танк или еще кто-то, вы взяли его, подняли, все, он опять живой, бодренький и здоровый. Ну, в общем, смысл понятен, да, здесь можете побаловаться, поиграться. Так, помощь в бою. Автоматически использовать базовую атаку в бою. Советую поставить быстрее, будете набивать там комбинации, просто не минимальный какой-то урон, то есть, это автоатака, которая будет лететь у вас иногда там, нанося маленький урон. Но чаще всего вы будете спамить либо первым, либо вторым навыком, ну и всеми остальными. Поэтому автоатака, скажите, даже вылетать не будет успевать. Перемещение к цели при нажатии на навык. Это очень удобная функция, потому что, особенно, мне кажется, у танка, ну и других, у всех классов. Вот я нажимаю на этого мурлока, да, и мне не нужно к нему бежать. Я нажимаю единичку, и все, мой персонаж сам к нему бежит. Ну, это в большинстве игр стоит по дефолту, но здесь, видите, это можно убрать. Не знаю, в какой ситуации это будет полезно убрать это, но может кому-то так мне нравится и можно убрать. То есть, почти во всех играх, там во всех играх, которых я играл по тому жанру, это всегда было по дефолту, кстати. Сейчас перейдем к ультимативной функции. В общем, тут понятно, да? Так, помощь при исцелении можно поставить, особенно если вы хиллер. Так, выбрать полоску здоровья, так, раздвинуть полоску здоровья. Ну, тут как вам удобнее будет по системке, проверьте, либо это, либо так, ну, типа, как вам удобнее, больше шкала, меньше шкала. Смотрите сами, горячие клавиши. Ну, здесь, что можно сказать? А, здесь можно что-то сказать, сейчас скажу. Это стандартное перемещение, прыжки, автобег, бла-бла. Так, Так, панель действия. Здесь ваши навыки, можете хоть местами поменять, на буквы, на цифры, на F-ки выставить. Смотрите сами. Но многие, те буквы и цифры, которые будете использоваться, они будут использоваться в цель или экран. Поэтому смотрите, чтобы вы заменили что-то, а потом не думали, блин, а какую я кнопку поменял, за какую она отвечала, поэтому проверьте. То есть, не стыкуется ли она с какой-то другой кнопкой и не заменит ли ее. Ну, если вам так удобно, то, конечно, меняйте. Инвентарь другое. Это инвентарь, вот это вот, банки там всякие ставят, там удочку, кто что сюда ставит. Транспорт, понятно. Навык владения транспортом тоже. Вот, ну, тут все, я думаю, предельно ясно. Едем дальше. Цель. А, по поводу навыков. Смотрите, у меня первый и второй навык, как видите, выставлен на F10 и F9. Кто-то скажет, тебе удобно нажимать F9 и F10? Нет, неудобно. Поэтому у меня F9 соответственно на ближайшие кнопки мышки, F10 на дальние кнопки мышки боковой. Как это сделать? Боковые кнопки мышки игра не видит. То есть, часто, ну, как часто, это частый вопрос у меня в личке и иногда на стриме даже спрашивали, как это сделать? То есть, вы берете вашу мышку, у вас, допустим, мышка какая-то, к примеру, скажу Logitech и на нее есть какой-то софт, официальный, так неофициальный. То есть, вы можете зайти в эту мышку и переназначить эту кнопку. Допустим, эту кнопку вы ставите на, как в моей ситуации, на F10. F10 вы, допустим, в игре ни на что не используете. И это та кнопка, которую вы там не часто нажимаете в браузере, в какой-то другой игре. То есть, у вас не откроется на весь экран, там не включится какой-то порно-сайт либо еще что-то. Понимаете, да? То есть, какую-то кнопку, которая не мешает работе Windows, работе браузера, там не остановит ваше видео, если вы смотрите что-то и не ускорит музыку. Поэтому перепроверьте кнопки. В общем, вы выставляете на мышку какую-то кнопку клавиатуры, а потом уже в игре вот вы нажимаете и меняете, соответственно, себе, нажимая на кнопку. То есть, игра уже будет понимать, что вы нажали не кнопку мышки, а кнопку клавиатуры. То есть, понимаете, да? Таким образом, вы себе можете на мышку забиндить, да все что угодно. Все что хотите, то и ставьте. Дело ваше. У некоторых там на мышке 55 кнопок, поэтому целую рояль можно себе забиндить. Такой, не то чтобы лайфхак, но просто некоторые не знают, как это сделать. Так, здесь понятно. Экран. Здесь просто старайтесь выучить какие-то кнопки, поменяйте себе что-то местами и так далее. То есть, у меня, допустим, карта не на букву М, а у меня карта на Кью. Потому что во многих играх, где я играл, карта на Кью, это дефолт. И вот в ту игру, которую я играл до этого, играю параллельно. То есть, очень удобно. Ты бежишь, открыл карту, посмотрел, открыл карту, посмотрел. И удобно еще в этой игре, что ты вот нажал на карту, нажал еще раз на эту кнопку, и она свернулась. То есть, ты куда-то бежишь, да, на автопути, к примеру. Открыл, посмотрел, где ты там находишься, свернул. Буква М, ну, можно большим пальцем дотягиваться, но дело ваше. Можете себе переназначать, как хотите. Итак, теперь дополнительные информации. Особые настройки. Особые настройки, здесь не пугайтесь, все вроде бы так сложно, с одной стороны, а вроде бы и не сложно. То есть, вы здесь можете себе переназначить, как вам удобно. Видите, у меня навыки огромного размера. Первое, не потому, что у меня там зрение плохое, а просто это визуально для стрима приятнее. И, ну, мне кажется, людям так больше нравится, чем когда какие-то маленькие писюльки. Даже непонятно, какой там навык юзается, сколько там КД скилла, почему я этот навык юзаю и тому подобное. Банки. Вы здесь можете себе перепоставить, переназначить, как хотите. Убрать вообще чат, свернуть его, увеличить. Там, перенести чат направо. Справа перенести сюда. Вот как вы видите, у меня, так, у меня видите карта слева. Почему? Потому, что справа наверху у меня веб-камера, соответственно. Следовательно, чтобы люди видели, куда я бегу или где нахожусь. Они могут рядом находиться, но не видеть меня. И вот они по карте приблизительно понимают. Еще. Я это говорил в предыдущем видео, но вынужден повториться, так как это тоже настройка, как ни крути. Смотрите, если вы находитесь со своим другом, с аппартийцем, с акланом, где-то в одной локации, вот вы прибежали сюда, вы стоите возле этого портала и говорите, я тут. Он такой, я тоже тут, но я тебя не вижу, где ты? Проверьте вот эту штуку. В игре это называется строка, но на самом деле это называется канал во многих играх. То есть игра делится на некоторые каналы, как будто вот, вот эта локация как будто существует во многих вселенных в плане того, что на этой локации вы прошли квесты, если вы поменяете на строку 2, вы тут тоже все квесты прошли. Просто тут будут другие игроки. Здесь, допустим, вот этот человек всю ночь ловит рыбу, а на канале 2 его здесь вообще не будет. Давайте поменяем, посмотрим. Так, видите, да? Тут даже день, тут день, а там была ночь. Тут даже погода другая будет, но это особо ни на что не влияет, вроде бы как. Не нашел ничего подобного. Ну вы поняли, да? Что вы можете себе для своего клана или для какого-то рейда, еще чего-то, вот вы бегаете и делаете вместе квесты, вы можете взять, специально выбрать какой-то канал и такие типа, так, наш канал, допустим, там четвертый, мы на нем сидим. Для удобства. Но, чем больше людей в локации, тем больше открывается каналов. Кто играл в Мир 4 и подобные игры, те понимают, что во многих играх есть такая штуковина. Это удобство для того, чтобы меньше лагало, меньше людей вы видели на локации и чтобы банально, допустим, один монстр, вам его нужно убить. Представьте, если все там, допустим, 200 человек, они будут на одном канале и будут хотеть убить этого монстра. Но это ж капец будет. А так, людей этих 200 человек, к примеру, расселят на 4, 5, 10 каналов и у каждого будет, грубо говоря, свой монстр. Смысл понятен, да? Поэтому, по настройкам, я думаю, прошлись и это вам наверняка поможет. То есть, еще раз пересмотрите видео, в закреп у себя его добавьте. Иногда вы захотите что-то себе поменять, изменить какие-то настройки и прочее. И еще ультимативную настройку. Ну, не настройка, а такая фича, которую, возможно, вы не знали. Настройка. И вот эта кнопка, я ее, если даже нажму, у меня не захватывает. Я проверял до снятия видео, у меня OBS не хочет захватывать этот встроенный некий браузер. Но, что это делает? Вы нажимаете эту кнопку обмен подарочного пакета. В этой кнопке открывается такая большая панелька, не знаю, как на телефоне это будет выглядеть, но в ней вы можете ввести свой никнейм, свой сервер, обычно он сам подтягивается, и ввести промокод. У нас в Телеграме есть промокоды. Зайдите в Телеграм-канал, у меня ссылки в описании, или просто зайдите в Телеграм с телефона, планшета, компьютера и напишите в поиске Arrakis, нижнее подчеркивание, Games. И вы найдете, соответственно, нашу группу, которая, соответственно, вот по этой игре всякие новости будет выпускать в дальнейшем и так далее. И там есть три промокода. Три, уже три. То есть в дальнейшем разработчики будут постоянно пополнять промокоды. Еще напоминаю, что если вы смотрите мои стримы ежедневные на Твиче, на Твиче за 2 часа, за 5 часов и за, как показать, 8 часов есть награды, не мои, от игры. То есть вы просто смотрите мой стрим, а игра вам, соответственно, в игре выдает плюшки за это. В дальнейшем они будут меняться, то есть они будут сезонно менять друг друга. Допустим, если вы эти плюшки получили, вы дожидаетесь момента, разработчики меняют на Твиче плюшки, вы смотрите, допустим, того же стримера и у вас уже другие плюшки упадут вам через почту в игру. Это приятно, вам ничего не надо делать, вам не надо донатить, ничего не надо делать. Лайфхак, как делаю я. Я со своего второго аккаунта Твича смотрю свой основной аккаунт Твича. Как я это делаю? Я просто открыл второе окно, залогинился через него, через другой браузер и все. Я открыл свой стрим, поставил качество 160 и выключил звук. То есть, видео идет, я все типа вижу, то есть, Твич понимает, что я как будто смотрю стрим, хоть и без звука, ему не важно. Я за это получаю баллы, которые, соответственно, вследствие обмениваются на вот эти вот игровые плюшки. Еще раз, это не мои какие-то там привилегии, подачки и прочее. То есть, это вот игры, но я написал Твичу, чтобы мне это выдали и мне это выдали, поэтому пользуйтесь. Почему бы и нет, стримлю каждый день, заходите, получайте привилегии. Если что, канал мой называется Аракис, нижнее подчеркивание, цифра 4. Да, Аракис, нижнее подчеркивание, 4. Если что, спросите на Ютубе. То есть, некоторые смотрят меня, большинство на Ютубе, а на Твиче просто включили видосик, ну, скажем так, стрим и все. Можно на Твиче меня смотреть, качество там не хуже. И в чате вы можете на Твиче писать. Это не проблема, так как я вижу сразу два чата. В общем, смысл понятен. Надеюсь, эти настройки и информация вам чем-то помогла и, соответственно, вы узнали больше о настройках этой игры. Если у вас есть еще какие-то идеи, да, кстати, это ForGamisu. Спасибо за идею этого видео. Я бы, конечно, бы снял когда-то это видео, но, наверное, не сегодня. Но, так как он, скажем так, смотивировал, попросил, я снял это видео. Если у вас есть какие-то другие идеи, на какие темы снять видео, у меня миллион идей. Просто, ну, не знаю, может, там 5-10 человек напишет. К примеру, вот нужно это. Вы еще плюс залайкаете это видео, плюс залайкаете комментарий. И я такой, типа, да, вижу, что людям этого хочется. Поэтому огромное спасибо за твой лайк, за, наверное, мою информацию для тебя и что тебя вечером на стриме. Пиши, обращайся. И еще раз спасибо моему спонсору. Пока-пока. Увидимся вечером на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok